Спираль изготовлена из нехромовой проволоки с площади поперечного сечения S равная 1 мм в квадрате. Какова длина этой проволоки, если при силе тока I равной 0,6 А напряжение на спирали U равно 15 В? Для начала запишем данную. Площадь поперечного сечения проволоки равняется 1 мм в квадрате. Сила тока I равняется 0,6 А. Напряжение U равняется 15 В. Удельное сопротивление нехрома ρ равняется 1,1 Ом на миллиметр в квадрате деленный на метр. Найти длину провода L неизвестно. Для начала запишем закон Ома. Сила тока I, прямо пропорциональное напряжение U и обратно пропорциональное сопротивление. Эту формулу можно знать. Выразим отсюда сопротивление. Следовательно, сопротивление R равняется напряжение U, деленное на силу тока I. Также сопротивление R будет равняться удельное сопротивление ронихрома, умноженное на длину провода L и деленное на S на площадь поперечного сечения. Эту формулу также нужно знать. Мы можем приравнять правой части. Тогда у нас получается удельное сопротивление ρ, умноженное на L, деленное на S, будет равняться U, деленное на силу тока I. Выразим отсюда L. Следовательно, L, длина провода, будет равняться напряжение U, умноженное на площадь поперечного сечения, и деленное на силу тока, умноженное на ρ, удельное сопротивление. Подставим сюда наше значение и получим результат. Посчитав, получается, что длина провода L равняется 22,7 метра. Округлим до целых. Получается 23 метра. Запишем ответ. Длина провода L равняется 23 метра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.